Добрый вечер Добрый вечер Без вас нету моего творчества И без вас не состоялся бы сегодняшний вечер Итак, эти аплодисменты всем нам! АПЛОДИСМЕНТЫ Что наступит день печальный, раньше ты не знал Нам верилось, что счастье будет длиться без конца Когда твои глаза смотрели на меня В них столько было ясного огня Но если снова суждено мне жизнь начать Свою любовь я с болью в сердце сберегу Пусть грустной песней о тебе слова звучат Я не солгу, я не солгу, я не солгу Скверы, парки и аллеи в тишине ночной Полны воспоминаний наших первых встреч с тобой И синяя звезда склонилась надо мной Моя к себе, как нежный образ твой Но если снова суждено мне жизнь начать Свою любовь я с болью в сердце сберегу Мольбой в чужих глазах кричит твоя печаль Я не солгу, я не солгу, я не солгу О том, что все хорошее ушло давным-давно О том, что в этой жизни не везло Ни мне одной Другие слова надо нам отыскать Другие слова Другие слова Как просто Другие слова Чтоб друг друга понять Другие слова Другие слова Так просто А голос твой в руке моей дрожит Вопрос, ответ Я понимаю, нужно успешить Что душек нет Шепчу я, наконец, что плохо мне В ответ гудок И словно сон растаял в тишине Ночной звонок Другие слова Другие слова Так просто Другие слова Чтоб друг друга понять Другие слова Другие слова Так просто Просто В том, что мы неверные слуги Признаемся себе не всегда Другие слова И что сказал я Что сказал я Все наши подруги Рядом Рядом с дамой всей Господа Хоть свободное Хоть свободное, но честное слово Мы себе не поставим в вину Что в любую минуту готовы Оказаться у дамы в плену Не лишимся мы Божьего дара В этой чертовой жизни Никогда не знакомка Прекрасная дама В наших душах живет Господа Господа Памадонная Ты мой ангел небесный Жизнь отдам за тебя Жизнь отдам за тебя Жизнь отдам за тебя Жизнь отдам за тебя Если счастье дано То дается оно Ненадолго И счастливцам о том До поры не положено знать Беззащитна любовь Но клинок и понятие долго Слава Богу пока У мужчин никому не отнять Снег ночной упадет Бездыханно стеною Отвесно На заказанный путь По дороге не будешь трясти Мадонна Мадонна Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! А теперь-то вы мне верите? Верите? А еще я тебе скажу, что папа подарил мне эту виллу, когда я была совсем маленькая. У нас такая семейная традиция. Хорошая традиция. И место выбору со вкусом. Ну, конечно. Отсюда же хорошо видно и крепость, и тюрьму. Очень романтично. Мой папа просто жить не может без тюрьмы. Сидит там и день, и ночь. Ты представляешь? Теперь да. А за что? За что? Да. Разве я тебе не говорила, что мой папа начальник тюрьмы? Надо торопиться. Не бойся, мой дорогой. Я же тебе обещала, что сегодня вечером я подвезу тебя в театр. На твой концерт. Не волнуйся, все будет хорошо. Правда. Все будет очень хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иди. Иди. Поверни направо. Металлическая дверь. Нужно брать код. Нажми кнопки. Один. Два. Один. Три. Два. Открывай. Металлическая дверь. Металлическая дверь. Металлическая дверь. Ариэль. 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 Я так давно ждала тебя. Металлическая дверь. Металлическая дверь. Металлическая дверь. Дверь. Я так. Металлическая дверь. Три. Металлическая дверь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Микон, мы совершили грубую тактическую ошибку. Вам нужно было взять ее там же, в парке, прямо на скамейке. КОНЕЦ Нет, что вы, Маркиса, в любую минуту могли войти посторонние тенушка, кюре, кто-нибудь еще. Ну вот, вы бы их развлекли. Они такого сроду не видали. Нет, что вы, мадам, это было бы преждевременно. Я же вам говорил, хочу, чтобы она отдалась мне сама после упорного сопротивления. Ну, вот это вот ее упорное сопротивление уже отбросило вас до самого Парижа. Тут вы, конечно, правы, но, по крайней мере, она разрешила мне писать письма. Ну, допустим, ваше красноречие прорвало оборонительные редукты. Но ведь все равно у вас же не окажется рядом для того, чтобы закрепить успех. Ну, а на завтра бреши будут уже заделаны. Вы, конечно, правы, но все-таки согласитесь, я нашел способ не прервать нить общения. Ну что ж, Викон, вам под ней. Все-таки вы неисправимый скептик, Маркиза. А для меня, как для человека романтического склада... Любезный, ступай, с свободы. Так вот, для меня, как для истинного романтика, именно эта пора является самой сладочной. Да, я знаю, что любим, но все еще немного сомневаюсь в успехе. Стало быть, вы знаете, что она любит вас? Я абсолютно в этом уверен. Позвольте. О, Викон. Видите ли, я уехал по ее требованию, но рядом с ней я оставил моего слугу Азолана. Помните, такой рыжий? Так вот, мой Азолан, мой слуга, следит за госпожой и спит с ее служанкой. Служанку зовут Жули. Так вот, это Жули оказалось письмом болтливой особой. И от нее мы узнали, что моя красавица, получив мое первое письмо, ушла с этим письмом к себе наполовину и перечитывала это письмо много-много раз подряд со слезами на глазах. Так что вывод напрашивается сам собой, маркиза, я любим. И еще одна любопытная деталь. Как вы думаете, кто в своих письмах предостерегает мою красавицу от общения с опаснейшим из всех греховольдников, когда-либо рождавшихся на свет, то есть со мной? Ну уже. Думайте, думайте, мадам. Не томите меня веком. Ваша кузина, эта сучка-дево лавышка. Вам легко спияться, мадам. А мне теперь наерст будете кушать. А я не над вами веком, что вы. Ну что ж, поздравим вашу кузину с промежуточной победой. Да, она победила. Но я клянусь, что в ближайшее время я ей отомщу. Я страшно отомщу. Как там ваш план насчет ее дочери? Мадам, если еще нужно мое участие, то можете мной располагать. Тряхну стариной. Виконт. Мой дорогой Виконт. Ваше присутствие весьма кстати. С минуты на минуту должен появиться Дэн Сини. Я бы хотела, ну как вам это сказать, что вы поддержали в нем боевой дух. А потом я устрою одну маленькую сценку, которая уверенно вас развлечет. Кстати, как наш Дэн Сини? Я надеюсь, сделает успехи. Хуже не бывает. Как и все интеллектуалы, он невыразимо глуп. На редкость не способный мальчик. Он упражитель, но совершенно безнадежный. Я хотел бы знать, как обстоят дела на сегодняшний день. Сисель и Дэн Сини влюблены друг в друга по уши. Она спросила меня, может ли она писать ему. А я сказала, конечно, нет. А потом подумала и сказала, а впрочем, да. Только с одним маленьким условием, что она будет приносить мне письма обоих агрессатов. Я устроила им свидание. Но Дэн Сини настолько радела к собственной учтивости, что не посмел к ней даже прикоснуться. Вся его энергия уходит в какие-то глупые стихи, в которых нет абсолютно никакого смысла. Ну и наконец, когда он ушел, малышка вздохнула и сказала, ах, мадам, вот если бы на моем месте были вы... Я говорю, знаете, вы помните? Вот эта самая мысль меня очень даже вдохновила. Маркис, вы знаете ли, тогда, глядя на вас, слушая вас, я думаю, боже, из какой же пены вы возникли. Я всего-навсего женщина, Викон. Ну, Фернандо, ну. Санта-Мария, 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 Амония. Санта-Мария, Амония. Амония, Амония. Амония, Амония. Амония.